друзья всем привет с вами санек скоро новый год и мне наконец-то пришли звезды без звезд я не мог ее выставить и продолжить постройку ждал я три недели это самая долгая доставка за все время что я помню вот звезда на коробке 13 внизу 26 почему я ставлю 26 да потому что звезда не ниже редуктора вот хвостовик стоит вниз и звезда получается него такого плана ижевская до которая будет торчать до самой самой говорится земли а именно вот вровень с редуктором зазор я уже показывал в прошлых видосах минимальные около сантиметра плюс если будет натяжка он будет увеличиваться так здесь у меня все на козликах выставлено так как мне нужно помните да в прошлом видосе я говорил если я буду делать раму из 12 швиллера то я буду мост опускать как на 14 вот мне понравилось прошлый прошлую раму делал с 14 понравился тот момент что коробка полностью прячется под пол сейчас покажу то есть вот взял линеечку ну как линеечка до угольник без меток которые уже и не видно вот ставлю самая верхняя часть коробки вот эта часть прошлый раз я ее спиливал вот этот пятак и запяток есть на каждой коробке тут шестерочная это копеечная он не доходит где-то не вижу миллиметров 5 наверное я сделал мне не 14 14 с половиной то есть квадраты подставим я их потом уберу они на двух прихваток когда буду мост откручивать не 20 на 20 а 25 на 25 то есть вот здесь от моста до верха 14 с половиной улучшенная версия так сказать теперь коробка полностью спрячется под под пол так по размерам сейчас пройдемте расскажу сейчас наши наши на ширик переключусь а то он что-то не улазит в кадр весь трактор так вот широкий угол как-то более более удобно снимать сейчас станок станок мужики просто кайф как выручает на раме сверлю все что угодно вот здесь сейчас продают технологические отверстие сверлил помните да здесь я влупил на 30 а крепить коробка будет крепиться на десяточку м10 также здесь но это уже будет завтра восемь часов ночи сваркой работать не буду а его надо варить здесь без сварки забабахом сейчас это все дело почищу станок уберу и кто-то спрашивал раму размеры раму я делал уже без моста без коробки без ничего я уже эти размеры для себя запомнил выучил и они как бы очень даже классно подходят под миник так на станок убрал пока лежит ждет до завтра вот они технологические я уже показывал да это под ключ то есть верхнем швеллере просверлено на я просверил на 30 можно было на 25 взял на 30 лечо чтобы становилась спокойно головка открутить коробку и при необходимости если вдруг когда-то придется его раз соединить откручивается 4 мужики болта это я напоминаю потому что не все видели до 4 болта откручивается скидываются тросики с газа вот и подсоса и 2 полу рамы раскатываются в разные стороны абсолютно не нужно будет откручивать коробку там ремни чушь кинуть да вот все остается на своих как говорится местах вот такие вот дела также 6 соединить не надо будет там целиться вот если вдруг на снять коробку то пожалуйста вот здесь открутил она снимается и так давайте конкретно парами в этом плане помог мне здорово штангель подаренный сани сани лукинским на 50 все по нему настраиваю вообще капитально и так размер 42 сантиметра ширина полностью что здесь что здесь что здесь вот все это под угольник под большой выставлялись этот швеллер нижний уголок соответственно передок варился так дальше нижняя давайте я буду называть полу рама нижняя полу рама значит зацепить пился соответственно здесь ровненький среза зацепился вверху метр десять верху внизу вот а вот метр здесь он 40 градусов то есть по длинному краю метр десять внизу метр мужики вот напомню 2 швеллер 12 дальше передняя полу рама так ширину я сказал по длинному краю по длинному краю 75 дальше под 45 зарезался сколько здесь я даже не мерил сейчас при вас померю этом мне не важно вот этот размер отмерил 75 под 45 зарезался сейчас померяем так ну зацепил рулетку выходит 63 сантиметра мужики дальше я думаю понятно да размер передней и задней полу рамы хоть это не переломка но они не сварены поэтому они расцепляются и буду называть полу рамами дальше от края до края до этого ровно метр пятьдесят сколько вот здесь она перекроет мне тоже неважно метр пятьдесят все я думаю понятно вот это швеллер 14 кусок будет также навеска быстрый быстрый съем в общем человек заказал копию можно сказать ну она будет не немножко улучшенной версией учитывая все косяки которые там наделал я уже знаю где их исправить и как лучше это сделать вот как то так чё еще вам рассказать мужики я не знаю а историю хотите вообще блин обхохочетесь написал мне сергей серёж извини вот так серёга ну извини ну это капец что мужиками не поделиться это капец короче серёга работает на одной из работ будем так говорить есть у него начальник начальник купил мини трактор переломочка вот сейчас вставлю фотку вроде бы все красиво да все хорошо все шикарно у серёга говорит саня чё за фигня одну полу ось сломал другую полу ось сломал просто так горит едешь скорость выключаешь он колом становится представляете мужики ехал ехал скорость выключил чах и остановился резко без наката без ничего рюссеры ну это что-то что-то с ходовкой что-то с ходовкой на дарю смотреть главные пары короче в итоге что серёга разбирает снимает редуктора а купил если не ошибаюсь то ли в адыгейске то ли еще где-то тракторок ну начальник а редуктора стоят разные главные пары то есть одно колесо бежит быстрее другое бежит медленнее либо наоборот вот такие бывают мужики самодельщики вроде все красиво обертка красивая но техническая часть конечно капец лана буду на этом заканчивать завтра перемычка здесь коробку удержать и будут готова уже передняя балка снимаю с козлов ставлю на колеса я начинаем уже наращивать его мясо вверх тут уже поинтереснее у меня есть практически все сегодня мужики сейчас покажу вот сегодня купил мешок болтов там всяких разных калибров это это 16 вот эти на заменить они длинные ну что-то жалко их пилить взял покороче вот пачка дисков диск 100 рублей вот уже 1000 за это все отдал три с половиной елки-палки вчера вчера привез свежий баллон еще даже не подключал полный углекислоты закончился потому что грядут праздники там скорее всего никого не будет резервчик пожалуйста есть кто-то там рекомендует иметь флюсовую проволоку там чтобы если вдруг закончится если вдруг закончится навсегда иметь резервные баллоны 1 2 лучше 3 вот у меня три баллона два десятки одна пятерка пятерка так по двору поварить если вдруг очень срочно надо чтоб не таскать такой вес взял пятерочку пошел вот кислорода привез кстати углекислота две с половиной кислород 700 рублей вот такие вот дела в общем порассуждал немножечко порассказал немножечко в общем еще увидимся конечно до нового года а может даже завтра на колесах я думаю вот как то так ладно всем пока казалось бы да зашел 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 это капец на ну да еще 6 сверла сверла я взял разных калибров на россыпи вот как-то так ладно всем пока скоро увидимся а у нас тепло плюс 8